МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности. Мои коллеги расскажут о главных событиях. В студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вооружённая охрана, металлический забор и ночные диалоги. Страсти по Украинавте. Кто, кого, куда и почему. Осторожно культура и духовность. Почему Интерпол ищет нардепа Книжицкого? День победы в новом формате. Кто будет праздновать на Красной площади, а кого туда не пустят? Ночь, вооружённые люди в камуфляже, металлический забор, депутаты, журналисты и губернатор. Это всё об Украинафте. Что там происходит? Кому и почему это нужно? И как это связано с недавним решением парламента? Подробнее Ирина Романова. Накануне около 7 вечера у здания Украинафты появляются люди в камуфляже, бронежилетах, масках и с оружием. Блокируют входную дверь. На окна первого этажа и перед входом варят металлические решётки. Появляется депутат Сергей Лещенко. Кукернафте подъезжает военный бронированный автомобиль. Появляется нардеп Мустафа Наем. Но внутренние депутаты вне журналистов не пускают. К ним выходят замглавы правления. Встановить паркан приняло решение руководство Украинафты. В связи с тем, что вокруг происходят провокационные разные разговоры и действия. Нет, это не ДПРО-1. Охранительная структура Секьюр-АйТи. Среди у охранительной структуры Секьюр-АйТи бронированные краски, которые используются лишь в зоне АТО? Охранительная структура имеет право владеть любую технику. Были заявления о том, что здесь находятся какие-то другие вооружённые люди. Мы всего лишь хотели посмотреть, что происходит внутри. Реакцию вы видели. Сейчас мы обратились к милиции. Сейчас сюда будет вызвана следственная группа. В ожидании милиции депутат пытается попасть внутрь. А вот и щеки, которые говорили, что здесь нет. И детушки, кстати. Обратите внимание. Что вы делаете депутата Украины? Отважай алкоголем несёт. Так вы пьяные. Пьяная структура охраны. Около полуночи возле Укрнафты, как и на прошлой неделе возле Укртранснафты, почему-то появляется Днепропетровский губернатор. А что за подразделение там внутри? Это частная охранная структура, которая имеет контракт с Укрнафтой. Которая Укрнафта является даже учредителем. Ни Луганская один, ни Днепр один, ни Бергичев один. Вообще ничего нет. Это чисто профилактика. Ну видите, неспокойное время в стране всякие. Неожиданности. Надо быть во всеоружии. Что вы тут делаете, Игорь Валерьевич? Я что делаю? На тебя пришёл посмотреть. А ты журналист или депутат? Я депутат. А ты что здесь делаешь? Пришёл посмотреть. Мы идём посмотрим вместе. Идём. Видишь, я смотрю, культурное разоваривание, без мата. Мне и так из-за вас выговор влетели. Утром о ночных событиях напоминает только решётка на входе и зашторенные окна. Неизвестных вооружённых людей в форме не видно. Только бронированный краз во дворе. Охрана проверяют у работников пропуска. На сайте предприятия сообщают, Укрнафта работает как обычно. Тем временем в соцсетях одно за другим появляется заявление. Комбат батальона «Днепр-1» Юрий Берёза уверяет, его бойцы никоим образом не причастны к захвату госкомпании. Не все работники двух батальонов Днепра воюют на Донбассе. Судячи с разных поведомлений, частина этих людей используется в Днепропетровской области в интересах руководства областной державной администрации. И поэтому они этих людей могут использоваться и в Киеве. Впрочем, глава МВД причастность Днепр-1 батальона подчинённого и его ведомству к событиям в Укрнафте отрицает. Кивает в сторону охранных структур. Даёт сутки, чтобы те отозвали своих сотрудников из общественных мест. И запрещает носить огнестрельное оружие. Позже в СБУ озвучивает распоряжение президента разоружить всех людей в Укрнафте. Мы подтверждаем, что деятельность так называемой структуры СИЧ, которая до этого называлась в том числе «Крок», это те предприятия, которые створены в Днепропетровске. Мы подтверждаем, что никаких законных подстав для деятельности такой структуры в Украине точно нет. На Укрнафте нет никакой СИЧ. Нет там охранного агентства СИЧ. Это исторический факт. Мы попытались связаться с охранной фирмой СИЧ по телефону. Услышав, кто звонит, брось литрубку. Это охранное агентство. А вы кто? Подскажите, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Компанія Укрнафта уже 12 лет очулюється менеджментом Коломойского, попри те, что за державой там контрольный пакет. В середине жовтня было сбор акционеров, которые на компанії Укрнафта распределили дивиденды. Держава мала отримать 1,8 млрд грн. На тот момент это было почти 150 млрд долларов. Зараз уже майже кинець березня. Гроши досі не вийшли в бюджет. На прошлой неделе парламент принял закон о смене менеджмента компании на государственной. Министр энергетики обещает, это случится в ближайший месяц. 40 днів дается на проведення загальних зборів. Проведемо наглядову раду, проведемо збори. Будем діять відповідно до чинного законодавства. Тем временем руководство Укрнафта не сдаётся. И в который раз через суд пытается избавиться от представителей своего собственника нафтогаза в аукционном комитете. Просит окружной админсуд Киева исключить их из состава комитета по продаже нефтегазового конденсата. И неудивительно, после их появления группе «Приват» стало сложно купить нефть по выгодным ценам для себя и невыгодным для государства. Сегодняшнее заседание перенесли. Охранная фирма «Сич» фигурирует и в деле об убийстве офицера СБУ Дмитрия Манзика. По горячим следам силовики раскрыли это дело. Манзик был убит выстрелом в голову во время задержания трёх грузовиков с контрабандой в Волновахе, который бандиты по объездным дорогам, минуя блокпоста украинских силовиков, пытались переправить на территорию так называемой ДНР. Установлено имя подозреваемого, который непосредственно нажал на курок. Это Денис Гордеев, он в розыске. А вот кто стоит за исполнителями, куда ведут следы этих преступлений, подробнее Ирина Баглай. За убийством офицера СБУ в Волновахе стоят высокопоставленные чины. Раскрыв это преступление, силовики вышли на организованную преступную группировку, заявил глава СБУ. На их счету контрабанда, похищение людей, пытки. По поручению президента Украины все преступления, в том числе и убийства офицера Дмитрия Манзика, объединены в одно дело. И злочинное группирование, которое действовало в Донецке, Днепропетровске областях, и бандиты, которые использовали оружие и против правоохранителей, и бандиты, которые выкрадали людей, это единственное организованное злочинное группирование, это единственная банда. И именно она звертается, а иногда отримает поддержку, а мы еще и обрунтованно подозриму финансование от высокопоставленных споробитников Днепропетровской областной державной администрации. И к доказательствам пока косвенным. Валентин Наливайченко демонстрирует видео изъятие оружия у одного из соучастников убийцы-офицера СБУ. На пути у правоохранителей стоят люди в камуфляже, и среди них в гражданском народный депутат Андрей Денисенко. Нам намагаются чинить спротив членов парламента нашего украинского. Это еще часть этого злочинного группирования, которое под выглядом добровольчего батальона штурмует безусловно наших споробитников, которые проводят вылучение злочинного оружия за результатом обшивания у спорника. Вбивцы, вдумайтесь, даже это не остановит. Шел мимо, так объяснил свое присутствие на видео сам депутат Денисенко. А потасовку силовиками защиты известного ему активиста Майдана. Я требовал лекарей, я требовал причин затримания, я требовал, чтобы этой человеке было негайденно надано медичную допомогу. У него, на самом деле, знали просто эти автоматы, которые он вез, сдавать в депутат Дніпро. насколько я понимаю. Официально оружие потребует на Дніпро. Людьми в камуфляже с оружием высокопоставленные чиновники Дніпропетровской области пытаются запугать следствие, заявил Валентин Наливайченко. По делу уже допрошены замы губернатора Коломойского. Нами допытаны и погрожували один из них гражданин Украины Олійник, другой гражданин Украины Корбан. Все посадовые особи, особенно в Дніпропетровской областной и государственной администрации, которые сейчас погрожают нашим следствиям, которые через погрозы использования незаконных оружиных формований, в частности, я сегодня называю в прямом эфире СИЧ, предприятие, которое как будто охранной структурой и сейчас нам погрожат использование этих оружиенных людей для того, чтобы остановить следствие и затримание убивки. Не остановите. Мы стали, очевидно, кому-то мешать, стали неугодны. Сегодня, лично на меня, есть порядка 8 уголовных дел. Святослав Олейник потребовал очной ставки со следователями СБУ, а на Ливаченко пригрозил судом на своей странице в Фейсбуке. Оба фигуранта дела, и Корбан, и Олейник, были допрошены следователями СБУ по делу о похищении госслужащего Днепропетровской мэрии Величко. Это выкрадение и другие злочины действительно, за решением Генеральной прокуратуры, и мы считаем, что это очень важный крок по дальнейшему расследованию, объединены в единственное проведение про деятельность банды. Десять дней назад появилось видео заявление в сети интернет самого Величко. Меня похитили по приказу заместителя губернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана. И я девять дней находился между жизнью и смертью на базе правого сектора, которая расположена в селе Песке Донецкой области. По сути, на базе правого сектора бесчинствуют люди Коломойского. Все это время меня заставляли написать какую-либо негативную информацию на исполняющего обязанности городского головы секретаря Днепропетровского городского совета Максима Романенко. Сам Величко опасаясь за свою жизнь и жизнь своих родных покинул Украину. А это обращение назвал официальным заявлением в Генеральную прокуратуру. Ирина Баглая, Наталья Грищенко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Никаких карманных вооруженных сил у губернаторов. Все батальоны будут подчинены одной вертикали и интегрированных в структуру вооруженных сил Украины. Об этом сегодня заявил президент. Петр Порошенко встретился с командирами бригад и батальонов. Говорили о силе волонтерского движения в военном резерве, ротации и условиях для тех, кто возвращается с войны. Той социальный лифт, про который давно говорят на гражданцах, мы должны запроводить в вооруженных силах Украины. И наиболее должны получать высшие посадки. Именно такая кадровая политика, которая проводится соответственно моих требований, станет запорукой выведения наших славных вооруженных сил на качественно новый уровень. Террористы обстреляли наблюдателей ОБСЕ. Это произошло накануне вечером в селе Пески под Донецком. Миссия приехала поговорить с украинскими военными о соблюдении режима прекращения огня, но сама оказалась в центре вражеского обстрела. Ранения получили семеро бойцов. Сотрудники миссии не пострадали, но им пришлось оказывать военную медицинскую помощь. В Мариупольском направлении боевики не оставляют попыток вытеснить наших бойцов за пределы поселка Широкино. Используют крупнокалиберные минометы, к передовой подтягивают танки. Подробнее об этом Александр Пантелеймонов. Бои в Широкино разгорелись с новой силой. Тяжелые минометы, танки, от разрывов сотрясается земля. Выстрелы из автоматов и пулеметов практически не утихают. Из чего этого только что мы слышали взрывы? Не могу сказать. Может быть разный вид оружия. Из чего точно это? Без понятия. Скорее всего это был танк. Нашим бойцам приходится отвечать, чтобы хоть как-то утихомирить террористов. Так как тяжелое вооружение с линии соприкосновения отвели, обходится тем, что осталось. Опытный армеец с позывным Сан Саныч бьет по врагу из гранатомета. Для него это не просто железяка, а настоящий боевой товарищ. Наша старушка, ей уже 50 лет. И она до сих пор работает. В принципе работали только по снайперским точкам. Сейчас. Но танка ихнего не видели, потому что я выезжал отсюда, я не с этого места стрелял. Снайпера успокаивались после такого? Да. Попробуют они не успокоиться, если у меня я кумулятивным бил и осколочными. А вот террористы вовсю стреляют из вооружений, которые должны быть отведены. Прямо сейчас неподалеку отсюда идут напряженные бои, постоянно слышны звуки взрывов, а вчера еще ДНРовцы обстреливали эти позиции из запрещенных сейчас 120-миллиметровых минометов. И прямо посреди поля боя пытаются выжить мирные люди. Засевают огороды, ведут хозяйство, а над головой летают мины и снаряды. Двери вышибают так. Там уже двери, стекла там повыбивали, все там. Там повылетало, все, что-то. Вон, бак, поселок-то без воды. Все, бак это взяли полностью, там снизу оттуда попал снаряд. Так что, мы уже не боимся, ничего. Что Бог даст, деточки, что Бог даст. Мы надеемся, что все будет хорошо. Те, кто не выехал, говорят, бежать со своей земли никуда не собираются, поэтому помогают нашим военным, чем могут. Говорят, без взаимной помощи и поддержки здесь просто не выжить. Александр Пантелеймонов Вадим Ревун, Игорь Щепет, подробности, телеканал Интер. У нас на связи Станислав Кухарчук, он сегодня был в районе Горловки. Стас, здравствуй. Какая там ситуация? Да, Наташ, на Горловском направлении сейчас сохраняется относительное затишье. Боевики время от времени все же обстреливают позиции наших военных, но огонь стал менее интенсивным. Зато активизировалась работа диверсионно-разведывательных групп противника. И вот буквально сегодня утром в одном из спальных районов Держинска местные жители обнаружили брошенный посреди улицы гранатомет. Опасаясь, что он заминирован, люди тут же вызвали наряд милиции. Судя по затертому серийному номеру, боеприпас явно российский. И вот, со слов силовиков, боевики поступают так для того, чтобы скрыть истинное происхождение оружия. здесь тяжело что-то предполагать. Берется ведерко, ой, веревка сдергивается, оно может, ну, и просто кто-то скинул. Ну, понятное дело, что он отстрелен. И отстрелен совершенно не вояками. Каким образом здесь оказался, ну, или Дерге, или еще что-нибудь. Контрабанда это еще один бич при фронтовой зоне. Дело в том, что продукты питания на оккупированной территории стоят втрое дороже, чем на подконтрольной украинским силовикам. И предприимчивые бизнесмены успешно этим пользуются, перевозя, минуя официальные пункты пропуска, перевозят товары через линию разграничения. С уверенностью можно сказать, что спецподразделениям украинской милиции практически полностью удалось перекрыть все объездные пути этих контрабандов. Улица Стахановская идет. Она в конце улицы Стахановская, и там уже начинаются поля. И через эти поля они накатали дорогу. Это 4 километра полевыми дорогами уже можно быть в Горловке. Цена, например, сахара у нас тут 10-12 гривен стоит. В Горловке по 30 гривен, на килограмм сахара стоит. И в завершение хотелось бы сказать о хорошем. Здесь, при фронтовой зоне, мирные жители, военные стараются поддерживать и помогать друг другу. Сегодня нам удалось познакомиться с военным капелланом. Отец Владимир приехал в зону АТО буквально 2 недели назад. И вот что сподвигло его на этот поступок. Ну и к этому часу пока это вся информация. Наташа. Спасибо, Стас. Станислав Кухарчук из Донецкой области был с нами на связи. Ситуация в зоне АТО сложная. Второй раз за минувшие несколько дней боевики из Градов обстреляли позиции украинских военных в районе Бахмутской трассы в Луганской области и традиционно неспокойно в районе Донецкого аэропорта. По-опытному боевики ударили из танков по поселку Пески регулярно ведут огонь из минометов. Что там происходит и как живут люди? Ярослав Кречко. В подвале на плите готовят гороховый суп ребятам после ночного дежурства. Шестером пошли? Шестером вернулись. Шестером вернулись нормально. Хорошо, что вернулись, потому что эта ночь в Песках такая же неспокойная, как и предыдущие. Минометки, я думаю, 120-я била. 120-й вложила. Да, по высоте, потому что, ну, это то, что отвод, ну, оружие, ну, крупнокалиберное. Вот тебе весь отвод. Заезжает ОБСЕ, они у себя в посадке подпаливают. Там резина, или что там у них, ну, чтобы, типа, мы стреляем, типа, у них там все горит. Пока готовятся завтраки на улице Затишье, военные собираются к местным жителям. В основном это вода и свечи. Вот, ну, покушать, я думаю, тоже надо что-то взять. Самоган, это нежилет, каска, автомат и осторожность. Идем осторожно, небольшой группой. Доставка гуманитарной помощи местным жителям, которые еще тут остались, это почти целая спецоперация по селу передвигаться небезопасно. И вот даже эти несколько сот метров пройти надо очень быстро. Впереди, в полуразрушенном доме, лают собаки. Посточка, вперед. Сюда могут заходить ДРГ террористов. Военные проверяют дом. Можно идти дальше. Они между собой, Паша. Между собой. Бабки. Следующая, такая же разбитая многоэтажка. Военные знают, здесь живут люди. Здравствуйте. Я сейчас думал, что тебя вчера. Кого там построили? Ну, ваше ваше. Нет, вот этого, что это. Здравствуйте. Руки тоже нету. Вчера в соседнем доме на четвертом этаже был ранен в голову мужчина. Вещи собирали. Тот наклонился, вещи собирает, а этот же стоял. Ну, и в него попало. Люди принимают помощь от военных и показывают нам свой подвал. Здесь живут старик, мужчина и женщина. Почти не выходим, потому что кто его знает, что он там на улице. На улице разговариваем еще минут 10. Пора назад. До свидания. Спасибо, ребята. Счастливо. С другой стороны поселка в это время слышны разрывы. Минометы СПГ, они бьют по позиции. Это там полетующие наши позиции есть. И когда укрытие уже рядом, военные просят поздравить маму одного из ребят. Дать вам рождения. Счастья, троих всего, самого наилучшего. Мамура, я тебя люблю. Тем временем в подвале гороховый суп уже готов. Военные завтракают и шутят по поводу российского телевидения. Другие каналы здесь не транслируются. А впереди очередная неспокойная ночь. Ярослав Гречко, Александр Данилов и Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер. Парламентарии Франции предлагают украинским коллегам вместе разработать дорожную карту по мирному регулированию на Донбассе. Речь об этом шла на встрече делегации французского сената с представителями оппозиционного блока. Украинские депутаты рассказали коллегам о трудностях, с которыми они столкнулись. Мы видим, что политические репрессии процветают сейчас и это для нас серьезно беспокоит, потому что этим репрессиям подвергаются наши коллеги. Мы считаем, что Украина и парламент наш недостаточно делает для мирного урегулирования воинского конфликта, что было зафиксировано в минских соглашениях. К сожалению, парламент и коалиция сегодня продолжает воинственную политику и не делает того, что должна сделать для мирного урегулирования процесса. Народу Украины нужен мир. Мы должны прекратить военные действия в каком угодно виде. Мы должны требовать от противоборствующей стороны выполнения минских соглашений и всего добиваться дипломатическим путем. Применение оружия, в результате чего гибнут люди, на сейчас недопустимо. Второе, на чем нужно сосредоточить внимание по мнению оппозиционного блока, это изменение Конституции. Изменение Конституции даст нам возможность децентрализовать власть. Что происходит в оккупированных городах, нам каждый день рассказывают обычные люди. Давайте послушаем и посмотрим Донецк и Луганск. 35 гривен сахар, это самое, хлеб тоже самый дорогой, капуста очень дорогая, морковка, буряк, лук, все очень дорогое, чай, кофе, сумасшедшие цены. А слышны ли выстрелы? У нас в Киевском районе очень слышны. Вчера полдня мы там были и полдня мы вот это все выслушивали. куда деваться. С 25 числа похоже, что мы переходим на рубли предположительно в соотношении один к двум, но это, конечно, для нас очень большой удар, потому что рубль не может быть в таком соотношении с гривней. Мы очень сильно еще дополнительно потеряем. Народ у нас здесь очень радуется, что возможно электронные пропуска резко облегчат въезд в Украину и получение этих пропусков для наших людей, которые бесконечно должны постаивать и ждать огромные сроки для того, чтобы получить этот бумажный квадратик. В городе скоро будет экономическая катастрофа, потому что весь город завален мусором и канализация течет. Никто не хочет заниматься местной мастерой, вообще к этому не касаются. Зарплаты не платят, продуктов в магазине нету, ничего не купишь, даже то, что необходимое. Лекарства тоже нигде не купишь. Там у меня у бабушки, нужны сердечные лекарства принимать каждый день. Завоза у нас нету абсолютно никакого. Ну, помогают, присылают, ну, в принципе, так и живем. Очень много военных, как блокада была, так она и остается. Война-то продолжается, поэтому, как сказать, о какой безопасности можно говорить. Все равно в городе очень напряженная ситуация. Вот сам по себе остановка, она сама по себе напряженная. Проще перечислить, кто приедет 9 мая в Москву, чем тех, кто отказался. Согласившихся иностранных гостей на Красную площадь пустят без пропуска, в отличие, собственно, от героев этого дня, ветеранов Второй мировой войны. Кому не нужен пропуск в Белокаменную, подробнее Данил Русаков из Москвы. Грядущая 9 мая уже наделала много шума. Известно, что отмечать 70-летнюю годовщину окончания Второй мировой войны Путин будет в компании лидеров таких передовых государств, как Северная Корея, Китай, ЮАР, а еще Вьетнам. Ведущие европейские страны на все приглашения ответили решительным отказом. Их представителей на главной площади России не будет. Впрочем, не попасть туда рискуют и ветераны, то есть те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. По информации из московской мэрии проход в район Мавзолея будет строго по пропускам, а прибывающих в Москву ветеранов исключительно по одному от каждого региона поселят за городом на территории клиники респираторной реабилитации. Прежде желающих из числа участников войны на Красную Площадь пускали без особых проблем, но в этом году приняли какие-то особые меры безопасности и все резко изменилось. Эти же самые особые меры не помешали противоположной стороне провести форум консерватора в Петербурге. Туда устремились друзья Кремля, некоторых из которых в Европе считают последователями нацистской идеологии. Мне кажется как раз что это ставит все на свои места. Ну во-первых сама концепция русского мира она нацистская, русско-фашистская концепция. Вот я уже сколько раз говорил что речь Путина вот год назад 18 марта Крымская это просто ученический такой ремейк гитлеровской судецкой речи. В организаторах форума числится Юрий Любомирский из консервативной партии Родина. Гости тоже известны особенно для правоохранительных органов Евросоюза. Это и получивший условный срок за восхваление СС немецкий политик Уда Фойгт были делегаты неонацистской греческой партии Золотая Заря. Представители террористов ЛНР, ДНР тоже пришли. Вседружно практически в один голос ругали киевскую хунту и восхваляли кремлевского лидера. А сам Любомирский даже заявил будто бы Петербург станет плацдармом для новой мировой революции. Ему кажется что именно из города на Неве должно начаться так называемое освобождение планеты от мирового олигархата. Политик даже уточнил о ком речь. Это некие из то самых богатых семей мира. Примечательно что обслуживали делегаты в основном представители Средней Азии. Реакция на это мероприятие оказалась тоже незамедлительной. Федерация еврейских общин России уже осудила ультра-националистический слет в Петербурге. Городе, который об ужасах Второй мировой войны знает не понаслышке. Данил Русаков Виталий Коваленко В конце триумф ультраправых по результатам первого тура местных выборов около 25% набрал пророссийский народный фронт Марин Липен. Это рекорд для крайне правых. Лидером гонки стала партия бывшего президента Николая Саркази «Союз за народное движение». Она набрала почти 30% голосов. Правящая социалистическая партия Франсуа Ланда на третьем месте. У нее чуть более 21%. Второй тур выборов в ближайшее воскресенье. И вот что думают парижане по поводу прорыва Народного фронта. Неприятно просыпаться с такими новостями. Обязательно пойду голосовать и надеюсь это лишь тревожный сигнал люди очнутся во втором туре. Меня беспокоит когда результат Народного фронта называют победой. Это не победа. Сейчас важно сплотить избирателей и сражаться за политические программы а не имидж. Официальной информации о смерти Виктора Януковича младшего до сих пор нет. Но известно он погиб. Тело доставили в Крым и вот сегодня днем якобы похоронили. Так ли это из Севастополя Юлия Крючкова. Свежая могила никаких табличек своим богатством она очень сильно отличается от других. Венки, красные розы и золотой крест. Да и само место немного в стороне на специально подготовленной площадке усыпанной белым щебнем. По слухам это и есть могила Виктора Януковича младшего. По информации которая гуляет по интернету тело чартерным рейсом авиакомпании Центр Юг вчера доставили в Симферополь из Уфы. Дальше перевезли в Севастополь. Есть и другие сведения. Якобы самолет приземлился на аэродроме Бельбек под Севастополем. Какая информация правдива проверить пока невозможно. Зато с точностью можно сказать что сегодня в обед северная сторона Севастополя была полностью перекрыта. Особенно усиленно силовики охраняли подъезды к братскому кладбищу. Хотя официально оно закрыто для захоронений. Через пару часов движение транспорта возобновилось. Но охрану с кладбища не сняли. Люди в штатском стояли на всех выходах до вечера. Около пяти часов они все-таки ушли и мы смогли попасть на территорию кладбища. Не на камеру нам рассказали что свежая могила здесь одна слева от Свято-Никольского храма. Еще раз повторю кто тут похоронен точно не знает никто. Но огромное количество охраны заметили все. Сын Виктора Януковича якобы утонул 20 марта на озере Байкал. Микроавтобус с водителем и пятью пассажирами провалился под лед водитель а это по неподтвержденным данным и был Янукович младший погиб. Пассажирам удалось спасти. Происшествие на Байкале расследуют российские правоохранители. Правда по информации спасателей в машине находился человек по фамилии Виктор Давыдов. Именно такая фамилия была у матери Людмилы Янукович. Юлия Кричкова Виталий Зитковский подробности телеканал Интер Крым. Ну а старший Виктор Янукович по информации ряда СМИ с инфарктом госпитализирован в одной из больниц Москвы. Его состояние тяжелое. Я хочу подчеркнуть, что официального подтверждения этой информации нет. Французская Ривьера да и даже ближайшие зарубежья по западной стороне украинской границы могут теперь стать для него опасными. В любой момент там могут схватить и отправить в Камбоджу. Нардепа Николая Книжицкого разыскивает Интерпол. Разыскивает за изнасилование. Что на эти обвинения отвечает глава комитета по вопросам культуры и духовности. Подробнее Ольга Теребинская. Королевство Камбоджа небольшое государство на юго-востоке Азии. Помимо прекрасных храмовых комплексов и пляжей некоторых туристов привлекает еще одна если так можно сказать достопримечательность доступный секс. И это не только в плане недорогих жрец любви. В определенных местах развлечься можно даже с детьми. Несмотря на то, что камбоджийские власти усиленно пытаются ловить и сажать педофилов борделей с несовершеннолетними не становится меньше. А поток секс-туристов не иссякает. Именно из этой страны пришла красная карта для украинского депутата Николая Княжицкого. Интерпол разыскивает главу комитета по вопросам культуры и духовности за изнасилование. Сам Княжицкий здесь в Украине все отрицает. В заявлениях о фальсификации Нардеп на протяжении всего дня обвиняет все время других. С утра заявил это дело рук иностранных спецслужб и российских пропагандистов за тем, что это обвинение появилось после визита министра иностранных дел Камбоджи в Москву, а уже потом, что во всем виноват бывший владелец ТВА Константин Коголовский. Будто бы таким образом тот мстит ему за старый конфликт на канале. Сам же бизнесмен вечером ответил не видел Княжицкого несколько лет, ничего не знает о деле против него в Камбодже и что у того мания величия. Сама же пресс-служба депутата ссылается на тот факт, что Княжицкий вечером 8 сентября 2011 года вел свою программу и находился в Киеве. Исходя из анонсов телекритики и фейсбук-странички программы это действительно так. Но в красном сообщении из Камбоджи указано преступление совершено 9 сентября, а не 8-го. А наши коллеги из Громадского ТВ проверили и оказалось программы и 8-го в эфире не было. В украинском бюро Интерпола говорят всю информацию пока проверяют. По камбоджийским законам за изнасилование предусмотрено от 10 до 20 лет тюрьмы. Но пока идет проверка информации и расследование данного преступления. И все это время Княжицкому не видать зарубежных стран. Ведь в противном случае сразу окажется в руках камбоджийцев. Безусловно, он пользуется гарантиями, предоставленными законодательством Украины. Если же он поедет куда-то, скажем, с туристической целью за пределы Украины, то, соответственно, на территории третьей страны никаких у него гарантий уже не будет. И он может быть вполне подвергнут экстрадиционному аресту. А пока в Камбодже расследуют дело об изнасиловании, может и украинским властям стоит задуматься, не освежит ли расследование о рейдерском захвате TVI в 2013 году. Ведь суды в Великобритании это доказали, а в Украине с этим делом тянут уже почти два года. А журналисты этого канала отправлены в неоплачиваемый отпуск. Зарплату они не получают уже три месяца. Ольга Теревинская, Валентин Белич, подробности телеканал Интер. У экс-мэра столицы Александра Попова хотят отсудить 50 миллионов гривен. Иски в суд подали 48 участников Евромайдана, которые пострадали от рук силовиков. Защита Попова считает их безосновательными. Бывшего главу Киев-Госадминистрации невиновным. По делу Попова пока никаких сдвигов. Суд перенес сегодняшнее заседание на 9 апреля, чтобы не нарушать права пострадавших. Польский журналист Яцек Забродский, который освещал события на Майдане, просит переводчика, так как не понимает суть дела. Напомню, экс-главу Киевской городминистрации Попова обвиняют в пособничестве силовикам, которые в ночь на 30 ноября разгоняли Евромайдан. Тогда он распорядился приступить к установке новогодней елки. А вот самой операцией по разгону протестующих руководили бывшие замглавы СНБУ Владимир Севкович и экс-глава Киевской милиции Валерии Коряк. Оба сейчас они в бегах. Взрыв в Одессе. На кого охотятся террористы и хватит ли Джейми Кларксон у любви зрителей, чтобы вернуться в ТОП ГИР? Об этом и не только чуть позже. Оставайтесь с нами. Ночной взрыв в Одессе и снова у жилого дома. Кто или что стал мишенью? Об этом подробнее Андрей Анастасов. Улица Гераневая, спальный район Одессы, обычная жилая девятиэтажка. На первом этаже арендует офисы несколько общественных организаций, в основном оздоровительных. И именно здесь, на крыльце, неизвестные заложили самодельное взрывное устройство. Рвануло в половине двенадцатого ночи. Колыхнуло весь дом. У нас двухъярусная кровать. Я с ребенком на втором этаже на кровати лежала. Такое ощущение, что нас чуть ли с кровати не повыкидывало. Гарь была, дым стоял. В доме выбило окна почти в 70 квартирах. В офисных помещениях вообще разруха. На крыльце огромная воронка, металлическую дверь смяло, как бумажную и отбросило на несколько метров. Перекрытия разрушены. В прессе тут же появилась информация, что взорвали волонтерский центр помощи украинской армии. Мы опровергаем эту информацию волонтерского центра. Там нет, там офисные помещения, там центр йоги, массаж, то есть, скажем так, мирные заведения. Впрочем, арендатор одного из помещений все же имеет отношение к волонтерству. У Алифтины Коротко, здесь тренинговый центр личностного роста. А в свободное от работы время женщина собирает продукты для бойцов АТО, но исключительно за пределами офиса. О волонтерской деятельности Алифтины злоумышленники могли узнать из соцсетей. Никогда я не позиционировала этот адрес как то место, куда можно нести что-либо. Люди, которые это все сделали, это же насколько цинизм, понимают, что здесь может быть огромное количество жертв. Все-таки 9 этажей людей. Ночные события в милиции квалифицировали как теракт. Отмечу, что с декабря прошлого года это уже 13-й по счету взрыв в Одессе. В середине марта в СБУ сообщили о задержании пяти подозреваемых в таких преступлениях. Кроме того, по данным спецслужбы, в области завершен первый этап контртеррористической операции. Второй этап продолжается. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности телеканал Интер, Одесса. Отменить постановление Кабмина, обязывающая переселенцев регистрироваться в миграционной службе каждый раз, когда они меняют место жительства, требует адвокат из Донецка Елена Притко. Она подала на правительство в суд. С мая Елена с семьей живет в Киеве, сама имеет статус временного переселенца, считает, что Кабмин нарушает ее права, поскольку теперь милиция имеет право ходить по домам и проверять, живут ли переселенцы по указанному адресу. Если не застанет, это будет основанием для снятия их с учета и лишения социальной помощи. Поддержать в суде право переселенцев на свободное перемещение по стране пришла и депутат от оппозиционного блока Наталья Королевская. Без справки вымышленную перемещенную особу не возьмут ни в садик, ни в школу. Это соцвыплаты в том числе. Меня больше всего оскорбляет, что меня будут приходить и как зэка контролировать. Этим постановлением нарушается Конституция, нарушаются права человека. Сегодня такие ограничения по передвижению, по регистрации вводят для переселенцев, то завтра они могут ввести для жителей любой области. В Сингапуре объявлен недельный траур. Умер основатель сингапурского экономического чуда Ли Куан Ю. Он правил страной 31 год, но диктатором, в отличие от Каддафи и Мугабе, не стал. Кем был Ли Куан Ю и как ему удалось поднять со дна свою страну? Смотрите. Самый высокий уровень доходов на душу населения в мире и самый низкий уровень преступности и коррупции. Первоклассная инфраструктура и лучшие системы образования и медицины. Это Сингапур и сегодня он в трауре. Умер тот, кто вывел бывшую британскую колонию из страны аутсайдера на мировой уровень. Мой девиз если вы решили делать что-то то либо делайте это хорошо либо не делайте вообще. Выпускник Кембриджа Ли Куан Ю жестко обходился со своими оппонентами. Многие либо закончили свои дни в тюрьме либо обанкротились либо уехали из страны которую при Куане называли государством нянькой за слишком рьяное вмешательство в дела граждан. В борьбе со взятками он был неумолим. Для победы с коррупцией нужно не жалеть сажать в тюрьму провинившихся друзей и родственников говорил Ли Куан Ю а еще он запретил продажу жевательной резинки чтобы не налипало на тротуары и призывал высокообразованных сингапурцев жениться на таких же сингапурках чтобы давать стране умных детей. Свободу слова и уличные протесты отец сингапурского чуда тоже умел унять. Его критиковали боялись но слушали и уважали. Ценности которые он исповедовал останутся с нами навсегда. Он верил в Сингапур и хотел сделать его лучше. Ли Куан Ю стал премьером в 59-м и руководил страной до 90-го года. В первые годы его правления были некоторые сложности даже с поставками питьевой воды. Да что там вода? Надо было как-то объединить жителей Сингапура. Собственного народа у страны не было. Китайцы, малайцы, индийцы теперь свободно разговаривают на четырех официальных языках включая английский. А еще Сингапур лидер в области науки и высоких технологий в Юго-Восточной Азии. Я всегда помню те три слова Ли Куан Ю сказанные Сингапуру. Это мужество, прагматизм, а также честность. С этими словами Сингапур всегда будет двигаться в лучшую сторону. Его здоровье пошатнулось после смерти жены пять лет назад. Вместе они прожили 60 лет. И Ли Куан Ю говорил, что без любимой он был бы другим, а значит и Сингапур не стал бы таким. Резиденцией премьера был скромный дом, который Ли Куан Ю после своей смерти завещал снести. Земля в Сингапуре стоит очень дорого. Ее можно использовать для нужд страны. А его детям достаточно будет фотографии дома на память. Ольга Головина, подробности, телеканал Интер. Ли Куан Ю смог победить коррупцию в своей стране и благодаря этому в том числе смог превратить Сингапур в процветающую страну. Ну а есть ли коррупция в правительстве Яценюка, возможно, выяснит Верховная Рада. Создать временную следственную комиссию в парламенте требует нардеп Сергей Каплин. Сегодня он зарегистрировал соответствующий проект постановления. Чтобы расследовать, не дать схватить под сукно, не похвать информацию руководителя государственной финансовой инспекции Гордієнка про то, что именно уряд Яценюка сейчас осуществляет коррупцию и вкрав за год 7,6 миллиардов гривен. Расследуют, не найдут никакой провины, ничего страшного. Но если она есть, то мы розерываем этот кабинет министров и тех, кто вынужден. Напомню, вчера в эфире подробностей недели отстраненный глава госфининспекции Николай Гордиенко заявил, что его подозревают в необъективном проведении проверок некоторых предприятий и сам обвинил правительство в хищении бюджетных средств. Речь более чем о 7,5 миллиардах гривен. Антефакты Гордиенко попросил проверить генпрокуратуру. Ну и вот, что показали результаты ревизии его ведомства. В Генпрокуратуру обратился и сам Арсений Яценюк, попросил проверить обвинение отстраненного главы госфининспекции в свой адрес и начать расследование. Такое заявление премьер сделал сегодня на заседании Кабмина. Там же принял отставку руководителя государственной фискальной службы Игоря Белоусова и снял с должности его замов Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко. Это результат служебного расследования ситуации в налоговой службе и на таможне. Ну а в Ривненской области расследуют дело о полумиллионной взятке. Задержан председатель одного из сельсоветов. Чем объяснить такие крупные аппетиты такого мелкого должностного лица узнавала Инна Белецкая. Село Абаров живописное и большое с красивым озером, а главное всего в пяти километрах от областного центра. И земля здесь разумеется дорогая. Более тысячи долларов. За? Да, за сотку. А чего так дорого? Потому что близко близко к месту Ривну, земля очень дорогая. Да и купить участок не так-то просто, за то, как оказалось, можно все решить. За большие деньги. Получить землю через решение сессии сельсовета пытался житель Одессы, который раньше купил тут дом. 25 соток у озера сельский голова оценил в полмиллиона гривен себе в карман плюс еще несколько десятков тысяч на взятки в разные инстанции. Задержали Ивана Кимащука на горячем, хотя он и был осторожен. Перестраховывался, выучал ситуацию, сказал, что грошей он брать в сан не будет. Запропоновал человеку выйти с ним в автомобиль и покласти ему в грошевые деньги данный автомобиль. Уже после задержания председателя деньги повезли еще одному участнику схемы. 50 тысяч гривен это приватный предприниматель, который надавал послуги с выготовления землевпорядковых документов на вказанную земельную делянку. На причастность дележки Абаровской земли проверяют и других работников сельсовета. Здесь журналистам совсем не рады. Настолько, что зампредседателя прячется. Что я могу сказать? Идите по кабинету, я же не выходила из кабинета. Так мы все кабинеты перешли. Все закрытия. За дверями чиновницы кто-то разговаривает, поэтому стучим настойчиво. А что вы на рабочем месте закрылись? Обидала. Как обидала? Уже по 14. Вы вышли, побачили, что мы с камерой закрылись. А что вы хотели? В общем, можно поговорить. Я не имею желания. Похоже, зампредседателя в сельсовете чувствует себя как дома. Причастна ли она к полумиллионной сделке, покажет следствие. Но то, что некоторые депутаты уже получили деньги за правильное голосование, в прокуратуре установили. Задержанному Ивану Тимощуку суд разрешил выйти под залог совсем немного превышающей сумму взятки 550 тысяч гривен. По барове разговора в о сельском голове избегают, но не на камеру признаются. Сын задержанного настойчиво, вплоть до угроз. Просит молчать. И на Белецкой Николай Василюк подробности телеканал Интер Ривненская область. Кто и зачем более полугода глушит сигнал телеканала Интер? Мы обращались во все инстанции и вот теперь похоже лед тронулся. Подробнее Татьяна Авинникова. С конца лета прошлого года на телеканал Интер начались технологические атаки. Кто-то глушит телевизионный сигнал именно в тот момент, когда в эфире подробности подробности недели черное зеркало. Об этом постоянно звонят и пишут во время последней трансляции программы черное зеркало нас не смогли увидеть в целой области. У нас есть неприятная теперь новость из Запорожья. Нас глушат уже и в этом городе. Напомню, буквально полчаса назад нам позвонили из Днепропетровской области сказали, что в некоторых районах области нас сейчас не видят. Не видят нас сейчас и в городе Запорожье, к сожалению. И мне тоже только что написали о том, что в центре Киева так же невозможно посмотреть. Медийщики говорят, преступная технология информационных пиратов несложная. Чтобы заблокировать спутниковый сигнал любого телеканала нужна передвижная телевизионная станция ПТС. Ее аппаратура может создавать помехи ретрансляции ТВ-сигнала в любой точке Украины. Мы много раз обращались во все инстанции от Укрчастотнадзора до правительства. И вот на днях президент Петр Порошенко в эксклюзивном интервью нашему телеканалу сообщил, три таких пиратских ПТС засекли в Днепропетровской и Запорожской областях. Одну удалось задержать. Сегодня это подтвердили и в СБУ. Была одна из спецопераций было затримание и автомобиля, и обладнание, которое сейчас проходит техническую экспертизу и мы проверяем и доводим в рамках уже следствия причетность до перешкоджения телевизионного сигнала. Сейчас, я повторюсь, расследуются экспертизы, допыты. Дякую. Встановим, доповим. Эксперты говорят, глушить спутниковый ТВ-сигнал классический прием в информационной войне. Политический интерес. Своего рода гибридная информационная война, когда мы не можем пойти в прямое наступление на своих, на масс-медиа. Для начала возникают у них технические трудности. Глушение информационных программ Интера это прямое давление на свободу слова. И в зоне риска все телевизионные каналы страны и украинские телезрители. Представители Интермедиагрупп в открытом письме обратились правоохранительные органы с требованием расследовать эти преступления. Ждем результатов. Татьяна Авинникова, Владимир Дедов, подробности, телеканал Интер. Об уличной магии в Израиле, чем нацисты занимались в аргентинских джунглях и перезахоронении короля Великобритании. Об этом не только в нашем обзоре. Британцы прощаются с королем, скончавшимся 530 лет назад. В городе Лестер проходит церемония перезахоронения Ричарда Третьего. Его останки нашли в 2012-м под местной парковкой. Долго исследовали и, наконец, установили. Это действительно прах легендарного монарха. В четверг его похоронят в Лестерском соборе. А пока возле храма выстраиваются нескончаемые очереди желающих увидеть гроб правителя. Тайное убежище нацистов в аргентинских джунглях. За каменными трехметровыми стенами археологи обнаружили жилое помещение и склад, из которого можно вести наблюдение. Тут же нашли немецкие монеты 1930-х-40-х годов. Специалисты предполагают, что сооружение появилось здесь в Средине Второй Мировой как убежище для нацистского руководства. Родительская любовь победила. Британцы Бреттен Агэма Кинг вылечили своего пятилетнего Ашью в Чехии с помощью протонно-лучевой терапии. Для этого им пришлось украсть ребенка из британской больницы, где врачи настаивали на радиотерапии, опасной для его здоровья. Родители попали в международный розыск и даже отсидели сутки в испанской тюрьме. Несмотря на все невзгоды, мальчик прошел курс лечения в Чехии. Теперь он полностью здоров. Для тех, кому и в 30 хочется на ручки, в Нью-Йорке открыли детский сад для взрослых. Среди воспитанников юристы, программисты и писатели. Для них тут устраивают тихий час, проводят уроки рисования, лепки, играют в разные игры. Сад платный от 300 до 1000 долларов в месяц. Основатели заведения утверждают, тут взрослые могут хоть ненадолго выпустить на волю своего внутреннего ребенка. Левитация над Тель-Авивом. Израильский иллюзионист шокировал прохожих загадочным трюком. Хэзи Дин пять часов провисел в воздухе, опираясь лишь одной ладонью на вертикальную стену. Спустившись на землю, фокусник заявил, очень рад, что едет домой не в карете скорой, как это часто бывает после его экспериментов. Ранее Дин простоял 35 часов на столбе и провел 64 часа внутри глыбы льда. Поляк взобрался на небоскреб на велосипеде. 33-летний учитель физкультуры Кристиан Херба преодолел 101 этаж и более 3000 ступенек высотки в Тайване. На все это ушло 2 часа 13 минут. Таким образом, экстремал побил собственный рекорд. Ранее он попал в книгу рекордов Гиннеса, заехав на двухколесном на австралийский небоскреб. Ну и собственный антирекорд по поведению поставил знаменитой ведущей программы Топ Гир на Би-Би-Си. После нескольких китайских предупреждений с ним все же решили попрощаться. Звезда раскаивается, фанаты пишут письма. В чем провинился Джереми Кларксон, подробнее Оксана Кундеренко из Лондона. Джереми Кларксон из Топ Гир не в эфире. Аудитория и рейтинги Би-Би-Си падают, но принципиальная британская вещательная корпорация на уступки не поддается и возвращает скандалиста ведущего в эфир пока не собирается. Каждый день, включая выходные, дисциплинарная комиссия работает над докладом, который передадут гендиректору в ближайшее время и топ-менеджмент решит, увольнять ли звезду. Он неимоверно важен для компании. Би-Би-Си продает программы в другие страны на миллиард фунтов. Топ Гир стоит более 150 миллионов. Но к черту деньги, когда речь идет о достоинстве самой респектабельной медиагруппы Великобритании. Последних китайских предупреждений Кларксону выносили много. И теперь после драки с продюсером скорее всего укажут на дверь. Мы его не оправдываем, но народ любит Джереми и хочет видеть в эфире Би-Би-Си воскресным вечером. И любит народ Кларксона не только в телевизоре. На гастроле Топ Гир проданы десятки тысяч билетов по всему миру. Шоу уже отменили в Норвегии под вопросом Австралия и ЮАР. На студии, где обычно снимается передача пусто. Сам телеведущий от публики прячется. Вы жалеете Джереми о том, что сделали? О, да, да, конечно. Так в чем же было дело? Ну, хоть матч в Челси сегодня посмотрю. Он уехал по своим делам и не обещал вернуться. Кларксон человек богатый, знаменитый и норовистый. Но, несмотря на дурной характер, за свое поведение извинился. Плюс миллион подписей в поддержку могут сотворить чудо и Джереми таким простят. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Подробности ЮАР. Это наш сайт. Информация на нем постоянно обновляется. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова